Добрый вечер всем, это WallStreetOnline, еженедельный аналитический обзор. На базе платформы WallFixNet мы рассматриваем основные фьючерсные рынки с точки зрения объемного и профильного анализа. Значит, сразу хочу поздравить с наступающим праздником 8 марта всех девушек, женщин. Вам в трейдинге намного сложнее, чем нам, вот, поэтому успехов вам, добиться поставленных целей и стабильности на финансовом рынке. Причем, я наблюдал, как торгуют девушки-трейдеры, они более спокойные и более расчетливые, нежели мужчины, более неспыльчивые, более такие эмоциональные в этом плане. Поэтому, вот, у них есть такой большой плюс. Вот, так, поэтому еще раз 8 марта. Не зря этот день как раз в начале весны, вот, скоро начнут уже теплые деньки, и весна вот-вот уже наступит. Так, сегодня у нас итоговые по некоторым рынкам, по публичным сделкам. Рассмотрим некоторые рынки более тщательно, потому что заканчивается большинство фьючерсных контрактов. И пора готовиться к июньскому контракту, который уже, в принципе, по объемам на некоторых инструментах торгуется. Самые хитрые, особенно по S&P, начали заходить на максимум. Ну, мы это сейчас рассмотрим. Вот, по традиции, сейчас маленький анонс, вот, 18 марта начинается кафедра объемного анализа для российского рынка. Стратегии, полностью все тактики для того, чтобы работать спокойно, уверенно на российском рынке. Курс Market Profile будет, сейчас укомплектуют группу, и, в принципе, в ближайшие дни начнется этот курс. Поэтому, все впереди. Вот, сегодня и с нами Сабина. Вот, поздравляю, вы попали в рейтинг по валютным фьючерсам. Мы сегодня рассмотрим это. Так, вот, собственно, и весь анонс. Начнем с новостей. Ну, на этой неделе было очень много отчетов по процентным ставкам, ничего не поменяли. В принципе, так и ожидалось. Ну, на всякий случай проследили. Ну, якобы, штаты там по безработице всех удивляют, сейчас по всем каналам просто трубят об этом. Но, я думаю, не стоит обращать на это внимание никак, потому что это все непонятно откуда взяты отчеты, и их проверить, собственно, невозможно. Так, на следующей неделе большинство контрактов закрывается. А, в принципе, торговать не рекомендую. Это лучше открывать позиции уже на июньском контракте, если касается валютных фьючерсов, индексов. По новостям, ну, вторник и индекс потребительских цен Китая, годовой отчет, в принципе, Новая Зеландия в среду по процентной ставке читается, но, скорее всего, ставят на том же уровне. Четверг никаких особо важных новостей. И в пятницу, пятница, кстати, пятница 13-е, вот, и в этот день объявление процента ставки по российскому рынку. В общем, 15% аналитики ожидают, что оставят на том же уровне. Ну, в общем, в 9.30, 15-го, ой, 13-го марта, пятницу, не забудьте проследить. По штатам, в принципе, на следующей неделе ничего сверх такого волатильного, то есть спокойно закроют свои позиции трейдеры. А вот через неделю, начиная с 16-го марта, начинается там просто вот целый Армагеддон. По отчетам строительства новых домов, потом 18-го марта фомка. Там будет опять что-то решать. Я вполне уверен, что 18-го марта начнется тренд. Как раз вот 19-го добавят масла в огонь Jobless Claims и пойдут потихонечку развивать июньский контракт. Так что 18-й, 19-го марта не пропустите. Вот именно в эти дни начнутся сильные движения и будет, в принципе, начало тренда в весеннем июньском контракте. Ну, вот, собственно, и все по новостям. Ну, и 20-го марта, в принципе, экспирация и закроются мартовские контракты. Ну, теперь самое приятное, это наши публичные сделки, трейдеры, которые в 3 месяца возьмем детально валютные фьючерсы, в принципе. А в следующую пятницу мы рассмотрим индексы. Так, ну вот, поздравляю, ZestCapital вполне заслуженно получает первое место. У него была хорошая сделка, ну, так, хорошенько продержал позицию. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Сейчас подгрузится график за весь контракт. Вот одной такой сделки вполне достаточно не нужно скальпировать, 20 тысяч сделок открывать. Одна сделочка, правильно зашел. Хорошо сопровождаем позицию, то есть не... Держина там, он где-то тут. Так, это у нас... Сейчас, секундочку. Так, давайте, наверное, в самый принес. Вот она. Собственно, вот ZestCapital уже пробовал заходить в начале контракта на шорт. Вот, вот видите, было бы вообще круто, если бы здесь все-таки не закрыл шортец. Кстати, ZestCapital это за залет. Висит ордер на один контракт 25.66. Уже, в принципе, не смысла его держать, поэтому надо закрыть. И вот продажа с 16-го числа. И закрыл он ее 16-го числа, но января. Вот одна сделка, и этого вполне достаточно. Поэтому поздравляем. Так держать. Причем ZestCapital и не на... Не только на этом валютном фьючерсе неплохо себя показал. В общем, можете равняться, следить. Можно получать алерты на email, когда трейдер открывает позиции, которые вам интересны. Значит, напоминаю, что нужно зарегистрироваться в паблик рейтинге и указать свой никнейм. Поэтому здесь просто аккаунт, неизвестно кто это, как назвать по имени. Поэтому следующий у нас Silvergun. Тоже висит до сих пор продажа, там неплохая сделка. Долго сейчас придется график листать. Тоже хорошая позиция на самом деле. Вот, в принципе, я думаю, что... Скоро Silvergun закроет ее. Интересно будет, на каком уровне. Потом у нас Devil, 6 сделок, 5 плюсовые, отлично. Sardonic, Мишка Мед, наш постоянный участник в чате, активный участник Wall Street Online на Facebook. Тоже очень много сделок, но 93. Американец на седьмом месте тоже, видите. Серийность небольшая, то есть, ну, количество сделок не большое, но хорошее сопровождение. То есть, правильно зашел, правильно выбрал точку открытия. MVVA тоже много сделок, но очень большое количество в плюс. Девятое место ученик, стажер Карлос. В 98 тоже только начал стажировку, но уже показывает неплохие результаты. Ну, дальше уже тоже хорошие результаты, но первую десятку будем озвучивать. Следующий у нас фунт. Тут Silver Gun тоже первое место. Висит Short. Потом идет Sabina. Активный участник в рейтинге. Молодец, так держать. Есть хорошие сделки. Снова The Capital. Видите, таланты, они во всем таланты. Снова Sabina с другим аккаунтом. Life is so short. Одна продажа висит до сих пор. Пятое место. Yusa Trader. Две сделочки. Пожалуйста, все плюс. И на шестом месте Юра тоже хорошие сделки есть. Видите, две сделки плюсовые, три отрицательные. Но все равно он успешно это все сопровождал и закрыл правильно позиции. Снова Карлос. Видите, очень, ну как бы, неплохо получается. То есть, схватывает очень быстро. И я думаю, что еще один контракт, если потренироваться, то уже летом можно потихонечку выходить на реальный счет. Lerich 80 от нас сделка и хватит. В принципе, всем достичь такого вот эффекта. Ну, сделочку открыли и все. И на отдых. И Pirate 98 тоже еще стажируется, но уже серийность крутая. То есть, 26 сделок, 2 сна плюсовая. Гордость. Поздравляю. Это был фунт. Дальше у нас на франке тоже открывали позиции. Опять же, Pirate 98. Отличная серийность. Снова Карлос. Отличная серийность. И Сабина. Там... Ох, какие позиции висят. Ужас. Так. Теперь австралийский. Снова Сабина. Первые два места. Все закрыло в плюс. Молодец. Снова TheScapital. Пара сделочек. И третье место. Браво. В общем, талантище у нас есть. И я думаю, ну, нигде нельзя посмотреть вот так вот сделки других трейдеров. Открыто на графике абсолютно можно рассмотреть, когда были открыты. То есть, ну, хороший как бы вариант рассматривать управляющих, либо же там коллег какой-то инвестфонд. Вот, в общем, сами видите, успехи неплохие. Ну, вы, главное, не пропадайте. И в следующем контракте тоже нас порадуйте хорошими позициями. Burzum NRN. Четвертое место. RIN M3. Хорошая серийность, да. Larissa, Barnum, Yura и Red2. Вот такой вот у нас австралийский. Канадский. Снова life is so short. Юра, Карлос, ну, в общем, все те же порвали все валютные фьючерсы, наверное. Так, по рублю там просто... Вот именно на рубле в этом контракте трейдеров было очень нелегко, я бы сказал. То есть, очень много участников, но это, наверное, первый контракт, когда меньше половины закрыли позиции, ну, закрыли контракт плюс. То есть, вот у нас получается где-то 18-17, а всего открыло, видите, то есть 50 трейдеров, из них только 18 закрыли в зеленую зону. Двин, хорошие сделки, очень много позиций, но это Юра тоже, 15 сделок 12+, Мастер, Кадавр, Маркуша, Сатирикон, CRS, вот недавно появился, Бок, Лариса и Макс. Это был рубль. Сейчас посмотрим индекс доллара, я не смотрел, может, там кто-то все-таки открыл позиции. Да, Лариса первое место, опять же, Карлос, Эльза, Муртойбай, Весна, ну, остальные все с убытком. Да, все надеялись на покупки, скорее всего, поэтому... Так, посмотрим пока наперед, кто у нас лидирует по S&P. Еще никто не произошел 2В, одна сделка и все. Круто, правда? Скайуан, он постоянно на S&P в хороших позициях, 6 сделок, все закрыл в плюс. Ну, круто, в общем. Арбитраж, 16 сделок, 11 плюсовая, серийность хорошая, 3-е место заслужено. Вода, 9 сделок и все закрыты в плюс. Матрикс, 5-е место, 20 сделок, 15 плюсов, тоже неплохо. Дэвисен, о, господи, тяжело прочитать. В общем, тоже много позиций и большое количество, ну, 88 против 18. Неплохая серийность. Американец еще в шортах, пора уже открывать на июньском. 1,5 сделок, все в плюс, свет, валет, свет, валет. Вот, и по индексу ОРТС сейчас рейтинг вот такой. Двин, мастер, осам, риксос, роса. Ну, более детально мы рассмотрим на следующем Молдстрит Онлайн по индексу ОРТС. Тут тоже есть интересные сделки, интересные трейдеры. Вот, в общем, вот такой вот рейтинг. На самом деле, я за ним наблюдаю уже не один год, и он, рейтинг, становится более качественным. То есть, позиции, я помню, когда только запустили этот сервис, когда можно было транслировать сделки, это, ну, никак не сравнится с тем, что вы видите сейчас. Сделки были намного хуже, трейдеры открывали позиции, ну, где-то, кто где хотел, и не было четкой какой-то схемы. Сейчас можно наблюдать достаточно хорошие точки входа. Вот, смотрите, клим 3-го числа. Отлично. Стоп-лост стоит без убытки, и вон даже таргет. Скоро его закроют. Американец. Ну, хорошие есть позиции, более качественное открытие, закрытие, уже, как бы, ну, вот, все лучше и лучше. Так, ну, все, кто закрыл в плюс те контракты, которые мы рассматривали, еще раз поздравляю, так держать, не меняйте тактику, развивайте ее, стабильности и успехов. Ну, в общем, и кэша. Так, ну, теперь приходим на обзор S&P. Ох, S&P падает. Это фиксирует контракт. Все байеры вышли. Сейчас вбалится S&P. Вот, поэтому. Так, давайте начнем с обзора за весь контракт. У нас, а это не за весь, sorry, сейчас мы возьмем с 15-го числа. В общем, не из легких контракт, потому что, ну, вот, единственные точки, которые были такие очень вкусные, это по самому минимуму брать покупки. Меняли динамику в раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз, так весомо. Если кто помнит, я как раз предполагал, что будет более такой флэтовый по отношению к торговому диапазону контракт. И вот весной должен быть какой-то тренд. Ну, я думаю, что начнут скидывать потихонечку, если пошли слухи, что там летом будут какие-то подвижки по процентным ставкам. Те, у кого есть инфа, начинают, наверное, скидывать. Посмотрим, в общем, через неделю будут важные отчеты по фомке и, в принципе, там уже загрузится все на южном контракте, начнется тренд. Там уже будет понятно, куда нацелились на Улл-стрит. Значит, очень-очень плотненько, то есть уже не было желания особого идти дальше, покорять 200, ой, 2200. И вот этот блок нам пригодится на следующем контракте. Поэтому мы его обязательно выделим. 2103, 2111. Такой вот пакет объемный. То есть, фактически, если июньский контракт не сможет уйти выше данного диапазона, расцениваем этот диапазон как сопротивление. Можно, в принципе, попробовать даже там зайти. 2090, 2096, скопей, 2097, вот, 7 баксов. Здесь потенциально может сформироваться второй, третий массив, первый. Здесь у нас второй. И если на июньском контракте вначале здесь сформируют третий массив и не уйдут выше второго, то есть 2103, 2111, вполне можно ожидать снижения по этому контракту на июньскому, на S&P. Значит, выделим, давайте чуть поменьше ставим. Здесь 40 и 50. Три подряд очень ликвидные сессии пришли вот как раз в середине января, в районе 2000, 1995 мы сейчас это выделим. То есть, тут затарились очень хорошо на покупку, причем не пустили даже в конце января. Также тут же в начале контракта вот была загрузка, на этом уровне даже чуть ниже можно взять, и ключевой уровень так и не осилили. Поэтому можно даже 84 захватить. Это будет такая линия обороны, то есть проверочный диапазон. Если S&P как-то очень уверенно будет двигаться в этом направлении, то скорее всего уровень этот пробьют, так как уже пятый подход будет, в принципе. С начала февраля S&P безбожно идет на север и только вот под закрытие начинают скидывать покупки. То есть те, кто здесь заходили на бай, здесь. Вот сейчас идет фиксация. Хотя на открытом интересе этого не скажешь. То есть там наоборот открываются позиции все больше и больше. Мы сейчас это рассмотрим. Значит, промежуточные вот загрузки. 20-64, 20-48. Возьмем как уровень поддержки. То есть как-то уж сильно, если будут защищать, то будем за ним следить. То есть загрузили покупки. Здесь подгрузились защита и пошли уже ступенчато проталкивать цену дальше. Тут даже до 40-й. Позиция 38-я. Вот, сейсия достаточно объемная. То есть потенциально на этом диапазоне сейчас вот в конец контакта может немножко успокоиться. Но для нас самый важный это 2111 и 2103. Это вот этот массив на максимуме. И вот два массивчика 20-90 и 20-97. То есть дадут отсюда шорт. Вот позиционно можно немножко прокатиться на продажах. Если закроется крайне так рядом, там до, например, вот 18-го, 19-го будут важные новости. Вот 16-е, 17-е, 13-е число, как раз пятница, если слишком уж рядом будут закрывать, то, возможно, 18-го, 19-го будут там сбрасывать стопы. Возможно. То есть подволотились, они очень любят всякие реки уровня пробивать. Возьмите на вооружение. В общем, 18-е, 19-е число не пропустите. Я думаю, на многих рынках будет очень весело и интересно. И позиционно, в принципе, есть шанс неплохо зайти. В общем, очень хочется, чтобы S&P все-таки рухнула весной. Ну, не сильно, но, по крайней мере, хотя бы там до 1950-1900. Так, идем дальше. Что же у нас по дельте? Подойдите, у нас сегодня только селлеры. Байеры фиксируют покупки, это идут продажи, плюс заходят на шорт, потому что видно по открытому интересу. Это уже происходит вот с 25-го числа. Фактически каждая сессия закрыта на стороне селлера. Так, надо взять это во внимание. Покупки, которые с 17-го числа по 24-е, фактически уже осилили. То есть, идет пробитие. Ну, 20-88 был последний такой, я думаю, 20-85, а уже 20-74. То есть, на 10 баксов просадили их не за тарки на покупку. Так что, судя по всему, тут Байер уже, либо скоро будет выходить с убытком, либо тогда будут сильно создавать поддержку в районе 64-72, то есть в ближайшее время. Но я вряд ли сомневаюсь, что там сейчас начнут сильно заходить. Только на следующей неделе, где-то ближе к пятнице. Так, в общем, такая дельта. А вот, собственно, открытый интерес по мартовскому контракту. Простите внимание, последняя сессия, вот три. Четвертого, пятого, шестого. На S&P, топовый, открытый интерес. Забыл показать. Это дельта на мартовском контракте. Что происходит на июньском, уже можно мониторить. Сейчас я отключу склейку контрактов, и будет чистая позиция по июньскому. Значит, уже объемы идут, но небольшие. То есть вот за день всего лишь 14 тысяч контрактов, оборот, дельта из них не такая уж и сильная на продажу. А вот вчера, как раз, пятого числа, вот на 1700 была покупка. Но, как видите, у них это все прошло неудачно. Ну, объем небольшой, еще пока рулит мартовский контракт, поэтому они ничего толком не смогли сделать. Я думаю, что вот эти продажи, которые 4 числа открывали, вы здесь просто повыходили на всякий случай. Ну, в общем, уже можно открываться на июньском. Так что вот этот вот импульс, который сейчас могут создать, как раз вот приходится на начало марта. Видите, вот эти все массивы, мы их выделим на 15-минутном интервале. Что еще хотелось выделить? Так, вот. Итак, 20-90, давайте я выделю. Здесь такой достаточно интересный уровень сформировался. 20-88-20-91,5. Были надежды на поддержку, но сегодня за 15 минут, если не ошибаюсь, около 100 тысяч контрактов прошло на открытии. 104, да. То есть, прямо на этом же уровне, грузили в среду. Четверг после этого уровня особо никуда не ушел. То есть, фактически, загрузка, загрузка, и тут до уже загрузились. И летим на юг, причем очень быстро. С 2100, ну, грубо говоря, на евросессии еще уже 2074. Неплохо, 26 баксов. Не каждый день увидишь. Собственно, если взять чисто американскую сессию, вот такая вот процедура. Раз, два, три. И все, на пробитие. То есть, байер тут, в принципе, был бессильный. Так, меня очень смущает. Вот этот параметр кто-то изменил. Это все очень... Вот, теперь отлично. Так, теперь 288 уже является уровнем сопротивления. Мы сейчас его поменяем, так как не активировались байеры на этом уровне. И, в общем, не поведели. Ядро недели сформировали в среду плюс четверг на диапазоне 2096-21001. Он же уровень сопротивления, то есть, потенциально на следующую неделю. Также загрузка реверсивная во вторник, такая коварная. СНП любит такие модели. То есть, вроде как разворачиваются. Тут же и закрылись, и все. Среда торгуется уже достаточно ниже. Поэтому уже в среду было заметно на слабость байеров. Ну, и понедельник. Тут, в принципе, весь массив можно захватить. 20-10. В общем, одни уровни на сопротивление, относительно этой недели. Спекулятивно на понедельник-вторник. В общем, до пятницы. Ну, первое, это сопротивление 2096-21001. Если даже этот уровень не пробьют, то это только укрепит активность селлеров. Ну, это уже третий-четвертый по значимости. То есть, вот первые два, они вот самые контрольные на следующую неделю. Вот так. FUSX. FUSX у нас бьет рекорды. Не знаю, что там происходит. На Евроксе, но они как-то слишком уж верят в печатный станок. Массив за контракт в основном сформировали 33, 37, 34, 21. Уровень номер один на следующий контракт. Можете его зафиксировать, он обязательно пригодится. То есть, тактически, если контракт июньский уходит ниже данного диапазона, то уже с покупками явно проблемы. То есть, ну, еще там коррекции до этого уровня можно расценивать как проверка диапазона. Но если уходит следующий контракт ниже 33, 37, то все. Уже не так уж хорошо ситуация по байрам. На FUSX тут практически все сессии идут на расширение диапазона выше. Это для рынка крайне ненормально. Потому что, ну, я там понимаю, 3-4 дня на рост, потом откорректировались. Здесь практически все сессии идут с начала февраля на бай. Не дают никому продавать, всех наказывают. И вот ликвидность 4-го числа. Вот она тут, даже не зафиксировали фильтры. Здесь достаточно волатильный бар. И вот 5-го, 6-го плотно висят на максимуме. Сейчас мы посмотрим, можно захватить еще вот эту локацию 35,70. То есть, пока вот 35,70, 35,98 FIXX не осилит, то есть не уйдет ниже данного диапазона, могут еще наказывать, поэтому осторожно. Ну и весь этот тренд начался с вот такого ядра за контракт 30,76. Там стояли практически до середины января, раскачивали. Так, 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 погрузили и ушли. Ну, не забыли снять, как раз тут самые ликвидные сессии пришлись. На расширение диапазона выше до загрузка две сессии. Ну и защита, вернее, не защита, а давление байеров прямо на максимуме контракта. Тут удерживали две недели диапазон и все-таки удержали. Причем, видите, никаких даже коррекций не дали. Ну, жесткие очень. Ну, печатный станок работает. Вот, значит, это видно. Давайте взглянем по FESX. Открытый интерес. Как видите, тоже топовый сейчас уровень открытых позиций. Сегодня добавили. Три с половиной миллиона пришлось на эту сессию. Толкнули. И три с половиной миллиона идентично, но на максимуме контракта. Плотненькая сессия. Тут полотильная, а там плотная. То есть тут очень жестко удерживают котировку. То есть там байеры есть, раз котировка висит на максимуме, не шертят. И также обратите внимание, что открывали очень много позиций как раз вот в этом массиве. Поэтому я его и выделил. На следующем контракте он пригодится. Валютные фитчерсы чуть попозже, Егор. Сейчас мы индексы рассмотрим. Индекс доллара включен в раздел валютные фитчерсы. ДАКС идентичная схема. Чуть-чуть модели другие, а так в принципе все те же участники. Значит, 10, 834, 10, 990. Загрузка на дальше на байт. Это уровень номер один на следующий контракт. Можно зафиксировать те, кто торгует на ДАКСе. То есть пока июньский не пройдет диапазон, еще будут шансы на проложение роста. То есть фактически пока будет работать печатный станок в Евросоюзе, будем наблюдать точно такой же мыльный пузырь по стакам, как и в Америке. Еще один такой диапазон, это 10,650, 10,760. Вот тут неделю стояли даже чуть больше. И вот защита тоже на неплохом объеме. Начали путь до загрузка, наказали селлеров. И вот первое ядро контракта, это диапазон 97,85 по 99,38. Отсюда и стартовал весь рост. Самая ликвидная сессия пришлась как раз на расширение диапазона. Видите, максимум пробивали. Ну, я не раз подчеркнул, что пробитие значимых диапазонов чаще всего идет на повышенном объеме, потому что нужно перекрыть по ликвидности всех селлеров и толкнуть еще и выше цену. Так, потом у нас три подряд сессии неплохие были. Вот дальше на расширение. И вот массив, собственно. Ну, первый у нас 10,650, 10,834. Вот здесь. Вот такой широкий из двух массивов состоит, но первый у нас на очереди 834,990. Это уже под закрытие. Посмотрим, как они будут его удерживать. Ну, и вот эти три сессии, даже две с половиной, ну, в принципе, три можно выделить. 325 по 396. Это такие вот первые проверочные уровни. То есть, DAX может корректироваться. Если не пробивать этот диапазон, ну, шортить будет еще опасно. То есть, это вот первая проверка. Как они его будут расширять. То есть, торгуются на максимуме, с ликвидностью не топовая, но, в принципе, есть. По открытому интересу на DAX сейчас мы включим. Топ. Видите, больше всех. Причем, позиции начали открывать с второго числа и набирают, и набирают, и набирают. По дельте там... Вот была у нас продажа третьего числа. Выделились селлеры, но потом снова взяли под контроль байера. Сегодня нулевая дельта, ни байер, ни селлер. То есть, ничья. В принципе, поэтому сессия висит в воздухе, не как не реагирует на активность. И индекс РТС. Значит, я думаю, здесь нужно чуть-чуть детали, так как многие торгуют чуть-чуть на индекс РТС. И возьмем ситуацию за год. Март. Склейку контрактов сейчас включим. И так, это ситуация за год. С точки зрения объемов, надо чуть-чуть фильтр повысить, потому что тут стоит вот тот. Ну, как видите, липидность немножко упала в этом контракте. Ну, в принципе, оно непонятно. Вот, подбираемся к таким коварным диапазонам. 107, 400, 104, 400. Позиционно здесь жестко шортили. И толкнули вон аж до 72. Потом такой же процесс был на 126, 900. 111, 400. Не факт, что эти уровни будут хорошими для открытия позиции, потому что там был более новостной фактор, нежели системный. То есть, ну, уже под новости шортили. И, соответственно, посматривая на котировку нефти. А вот 135, 600 здесь несколько раз проявили себя селлеры. Давайте я его даже так поярче выделю. Смотрите, вот здесь 4 недели или 5 боковичок. И мы их встречаем, опять же, на этом уровне. И опять же, 4 или 5 недель сейчас 5. Здесь идет сопротивление. Поэтому выделить. Потом у нас загрузка, загрузка. И вот очень волатильно. Поэтому объем разбросан в диапазоне. И по фильтрам фактически не видно массива. Ну, 75 по 81. Так грубо возьмем. В следующем контракте, в принципе, если нефть будет оставаться на этих уровнях и будет идти выше, это, в принципе, только придаст уверенности байерам и начнут затаривать и Газпром, и Лукоил, и нефтяной сектор вытащит индекс повыше. Ну, в принципе, если 100, 4,500, 107,500 пробьем, то следующее уже 120 по 130 диапазоны. Так, пока не все еще принимают участие в текущих покупках. Видите, уровень ликвидности в 2014 году, в 2014 году здесь пока еще не все верят. в восстановлении, поэтому выглядит это вот так. Значит, возвращаемся к нашему контракту мартовскому. И... О, погрузили. Так, теперь сам мартовский контракт. Две топовые сессии. Сессии это пробитие 86,5. Более 1,2 млн. контрактов оборот за день. И 1,3 млн. на старте мартовского контракта. Он волатильный, причем гиперволатильный. Но по профилю можно выделить вот эти участки. Я бы даже их так... Вот 61. Вот здесь вот. По самому минимуму. Заходили те, которые... Знали. И... Вот 64. То есть это самый ключевой уровень. Вот откуда все не началось. И пока его не пробьют, у нас есть надежды и шансы на продолжение восходящей динамики. Затем очевидные поддержки. Три раза, причем. Здесь по ликвидности неплохо. Тут немножко слабенько. Причем, видите, волатильность тоже такая. И вот здесь уже защитили. И пошел набор ликвидности. Раскачивать покупки. 71.574. Такой хорошенький уровень на поддержку. Тут отчетливо видно. Три раза. По две сессии защищали уровень. Поэтому, ближайший такой весомый уровень поддержки. Это 71.574. Ядро пришлось на 74.77. Потом идут поэтапные загрузки. И самое интересное, это пробитие. Здесь три сессии боролись. Это выделим. Как победу байеров. 83.300. 84.700. Будут удерживать здесь индекс РТС. И не пускать ниже хорошее подтверждение наличия спроса и уверенность байеров. Вот такая вот коварная поддержка. 87.400. 88.400. Практически у максимума. Здесь уже несколько раз мы убедились, что есть еще спрос. Ну, как-то уж очень болезненно. Им дается 92. Поэтому выделим 91.92. Этот уровень будем мониторить на июньском контракте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь сессий не пускали выше. То есть, судя по всему, те, кто расширяли диапазон с 79 по 90, сейчас не принимают участие в расширении диапазона. Ну, тут есть как бы два варианта. Учитывая, что байеры фиксируют позиции, это ликвидность на шорт. И эту ликвидность подхватывают и не дают котировке уйти ниже 88.500. Поэтому здесь байеры есть. И очень круто будет, если даже 87.400 не пробьют на следующей неделе. И новый контракт начнет. А так вот снова 92. То есть, ну, это будет подтверждение спроса очень хорошее. Давайте посмотрим на дельте, что там происходит. Так ли это? Ой, забыл опять показать. Ну, что ж такое. Что происходит уже на июньском контракте, на индексе РТС. Сейчас подгрузите данные. Уже есть некоторые сделки. Ликвидность небольшая, 11 тысяч. Но, а не первая. Это первая. То есть, самая хитрая начинает заходить еще задолго до экспирации. Вот первые объемы примерно 90.200 и по 87.800. Вот тут вот на этой неделе разместились на июньском контракте. Классер чарт. Итак, топ в основном селлер 1, селлер 2, селлер 3, селлер 4. Байеры были. Но, как раз на этих уровнях еще у нас есть поддержка. Мы уже выделили этот уровень. Давайте на дельте мы зафиксируем массив байеров. Вот, 80.800. Ну, захватим даже вот, 86.100. То есть, вот здесь байеры работали. И вот, видно даже по фильтрации. Поэтому по дельте это уровень поддержки. Как только его пробивает, можете его снимать. Один раз вроде как защитили, но здесь, видите, не сильно крупная дельта была. И вот сегодня такие вот практически нулевая дельта, там, ближе к продавцам. Из этой локации уже отличился диапазон селлеров 89.350 по 91.200. То есть, сильная активность на этом диапазоне и защита на дельте продавца только подтвердит, что скидывают. Но посмотрим, у нас 86.100 для проверки, 88.500. Могут еще раз сюда прийти, еще раз. То есть, это все впереди. Так. Ну, учитывая то, что уже с середины февраля котировка висит на максимуме контракта и не падает, ее поддерживают везде, 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 везде. То байер там есть. И чем севернее идет баррель нефти, тем увереннее здесь ведут себя баррель. А вот что происходит на открытом интересе. Вот что происходит на открытом интересе. Фиксируют. Видите, с третьего числа начали выходить. Раз, два, три. Все очень быстро выходит. А на июньском заходит. Уже 264 тысячи. Включаем июньский контракт. На июньском контракте, на новом, у нас вчера были байеры. Торгуется. Ну вот они в основном тут и разместились хватами. Чуть ниже, вот 80. Хочу сказать, что для обзора выходят и те, и другие. Обе команды фиксируют позиции, потому что спираться на нас. Здесь пресс-кейл стоит 300, это не столь точно выделяется диапазон. Поэтому для точности просто зайдите в платформу и более точно выделить. Я такой жесткий пресс-кейл поставил, чтобы вы увидели в общем картину за весь контракт. Потому что если поставить 10, то тут даже бар не поместится в дневной. Поэтому здесь не столь точно выделяется диапазон по цене. И захватим. Вот ребят, которые здесь на 86 400 на июньском контракте поддерживают. Тут сформировался такой левел саппорта. Значит, цена 87 450 на июньском, 89 310 на мартовском. Цены разные и на июньском дешевле. Так, уровни на следующую неделю. Опять же, еще раз совет. Просто эту неделю, которая будет отдохнуть, подбить дебит-кредит. А лучше вообще куда-нибудь слетать, отдохнуть. Потому что неделя будет коварной. То есть, никто уже особо там позиционно входить в мартовском контракте не будет. То есть, объемы не направлены на удержание каких-то уровней, либо же расширение тренда. То есть, будет коварный трейдинг. То есть, будут скидывать, пытаться выходить. Какие-то сбросы позиций. И не всегда это очень хорошо. Так как системный трейдинг, как раз в какие моменты и хромает. Значит, сопротивление у нас на мартовском контракте 92.240, 92.990. Это вот утречком бабахнули. Как раз вот в вторник-среду тестировали и решили тут поснимать стопори. Ядро не контракта, а недели 91.240. Ну и, соответственно, 92.240. Это грубо, конечно, поэтому сейчас мы выделим 61.700. Вот, более точно. Вторник, среда, два раза тут по шортире. Четверг пришел там и закрылся, то есть нейтрально. И чуть выше затарились на шорт. То есть, ну, у нас три локации на селере. Загрузка вот реверсивная была в среду. И ее как раз в четверг немножко удержали. Поэтому пробитие вот этих вот объем миусов, прошение дальше. Не то чтобы там, это уже продажи. Просто фиксация, понимаете. Тут фиксирование позиций идет и могут еще не живы. Но в новом контракте уже будут грузить, например, покупки. Поэтому сейчас больше анализировать нужно такие общие уровни, но уже посмотреть на дельту июньского контракта. Так, теперь у нас рубль. Так, вот у нас рублик с начала февраля была суперликвидность. Начиная вот с 30 января и до 5. То есть вот этот массив, наверное, самый-самый активный по ликвидке. Это 68 и возьмем 66. То есть 3 шестерки. Массивирус. Тут два раза. Активность была и все-таки защитили. Следующая массивность у нас 62, 100, 63, 550. Даже была защита вот 3 сессии и пошли на 60, что очень хорошо. Ну и 70, 71, 200. Тут массивность у нас была. И в начале контракта там 3,300 и 4,300 миллионов оборотов в начале контракта. Значит, выделим вот этот вот коварный уровень на 55. 55-600. Но это фьючерс мы сейчас еще на споте выделим. Так. В общем, если все-таки осилим в выемском контракте, а в принципе, почему бы и нет, то пойдем на 40. Где у нас тут ликвидка еще была крупная? Вот здесь на расширение. И 27-го, 2,5 миллиончик. Тут на споте. Наверное, такой ключевой уровень на ближайшее время. Это 61,70, 62,60. Тут и селлеров снимали, и байеров. В общем, подготовились перед тем, как разместиться. Потом 65,50 по 66,75. Потому что такой хороший массив. И так достаточно сильно оттолкнули рублик ниже сей четвертой. И вот три сессии. Вот здесь я бы отметил интересный диапазончик. Здесь, наверное, по объему 5 подряд сессий очень ликвиднее более. То есть это реверсивность плюс хороший объем, только плюс. Если реверс проходит на очень хорошем объеме, даже если это продажи, это только плюс. То есть, в принципе, это и есть уровень сопротивления. Потом идет у нас... Ну, в принципе, по этапу главное, чтобы 62, 63, 63, 61, 70, 62 удержали в ближайшее время. Это будет круто. Ну, если немножко растеряется, то тогда уже будем ждать защиту на 65,50, 66,75. Надеюсь, что дальше уже не пропустят. Потому что здесь борьба была несколько раз. Вот, фактически, начиная 64,800. Можно даже так ядро это выделить. 64,70 по 66,40. Так, вот ядро, которое сформировали вот эти две локации. Даже если будет какое-то движение, то будем надеяться, что здесь не опустят. Поэтому вот тут, как раз в диапазоне, может быть хороший вход на шорт. Так, ликвидность уже чуть подупала. Видите, 2 миллиона до 3 максимум. Вот, поэтому сильных разворотов пока может не быть. Но сегодня 3,800 перед выходными. И это стоит выделить. Вот они. 59,75, 59,55. Сейчас мы посмотрим по дельте, что это такое было. Так, на рубрике у нас тут вчера были шорты, сегодня нулевая дельта. Учитывая фиксацию шортов по покупке, то есть, судя по всему, байеров не так уж и много. Дельта плюс 193 сегодня или на споте? На фьючерсе или на споте? Ну, сейчас мы перейдем на спот. В общем, на фьючерсе вот такая нулевая дельта, учитывая фиксацию шортов и покупки. Плюс тут могли байеры купить, но нет ярко выраженной дельты на стороне байеров. То есть, возможно, там селеры притаились. Сейчас посмотрим на споте, что. Вот у нас 121. Нельзя сказать, что там какой-то очень жесткий ажиотаж на покупку, поэтому осторожнее, потому что вот 5-го числа вот здесь у нас селеры поработали 67,68 и вот этот диапазон на всякий случай 61,70, 63,30 на следующей неделе, особенно вот этот. Дельта номер один, этот еще могут там пробить. Это понятное дело. И байеры, которые старались, это вот 59,70, 59,85. Вот у нас раз, два, но их все-таки наказывали. Дельта, в общем, не гипер за покупателем, учитывая, что это минимум недели, минимум за фактически месяц. Не сильно там спешат байера покупать, поэтому тем более импульс был в четверг на шорт. И 61,30, 61,70 плюс 60,70, 60,80. Здесь это как сопротивление можно попробовать последить. Так, фьючерс фиксирует, причем быстренько выходит. Видите, вот последние четыре сессии выходили, особенно 4-го числа, 5-го фиксирует. Грубо говоря, 64,568 ядро контракта. И вот, ну тут сложно сказать, как диапазон ядра, потому что здесь на шорт суммируется объем, потом на покупку и снова на шорт, то есть разнобой, а вот этот локейшн, в принципе, как сопротивление, на следующий контракт пригодится. Хотел посмотреть, и вылетел июньский контракт. Вот сейчас что происходит. На фьючерсе везде руж. Как видите, июньский контракт торгуется уже с 20-го числа, вот есть объемочки проходят. И тут у нас 2-го и 3-го поселились продавцы. Отсюда, в принципе, и пошел шортец. Ну, это на июньском. Наши шестой он два раза тоже. Уже, в принципе, некоторые работают там, что и вам советуют. В принципе, на мартовском уже нет смысла работать. Если откроете хорошую позицию и пойдет хорошая позиционка, потом на экспирации все-таки закрыть придется. А так июньский еще можете подержать. Так, ну и выделим им диапазончики. Так, ну и выделим им диапазончики. Прискейл немножко сжатый, чтобы били в районе недели. И чуть добавим объемов. Так, маркер у нас 62 по 62,590. Ну, это ядро недели. Три сессии формировали. Локейшн и, в принципе, четверг ушел. Попытались все-таки поддержать пятницу. И вот этот массивчик мы возьмем в качестве поддержки. Давайте сейчас более точно выделим. Да, вот как раз на утро и пришлось. Это все событие. 59,900, 59,690. Тут также поддержали по 127 тонн за 15 минут на расширение. И фактически развернули пятницу. То есть там, где открылись, там и закрылись. Если понедельник, там вроде выходной, если не ошибаюсь. Вторник будет удерживать. То, возможно, пойдем снова на 62,590. Ну, как бы, два дня такой сильный был short, что, в принципе, можно также защиту наблюдать в районе 61,500 по 62. Если там ликвиденько встретят, то, может быть, будут тормозить. Так, еврик, 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 чудесный и безжалостный. В общем, помнится мне, кто-то из трейдеров в чате написал, что мы идем к единице. Осталось недолго, уже были фактически за 1,09. И тут совсем чуть-чуть осталось. Целый такой плитай. Вот это действительно плита. Диапазон, который будет значим и важный на юмский контракт. Тут просто несметное количество времени провел фичерс на... Я еще в прошлом году... Сегодня, кстати, мы обсуждали вариант возможности размещать прогнозы в терминале Wolfix. То есть, есть трейдеры, у которых хорошо получается прогнозировать. То есть, можно ставить цели и будет вестись рейтинг, у кого больше серийность по прогнозам. То есть, сказал, прогноз прошел. Сказал, прошел. Осталось только программистам это сделать. И будет очень интересно, например, на премаркете смотреть, кто, куда планирует инструменты с утра. Ну, либо на неделю, то есть, разные форматы. Так что, если интересно, пишите, поддерживайте. 10, 15, 10, 80. Тут просто безжалостно. Идут на шорт. Немножко поднялась ликвидность под конец недели, вот, начиная с 4-го числа. Ну, и, как видите, мы торгуемся просто без ним. 0,845. Номер один уровень на следующий контракт. Это 12,95. 13,60. Можно захватить 1,14. Это плита. То есть, могут сюда откорректироваться. Если, если тут не пустят выше, то, те, кто говорили за единицу, они будут, наверное, правы. Так. Здесь массив 15,70, 16,40. Тут 5 сессий. Ну, и 17,75, 17,45. Вот так вот начался матовский контракт. 2 сессии и рухнули. Возможно, когда начнут немножко поднимать процентные ставки на Штатах, а мне это мало верится, что это в ближайшее время произойдет. Фактически они там перекроют кислород. всему этому росту, то, может, глобально и по этой паре поменяет центр тенденции. Но пока и там, и там идет печатный станок, то, возможно, действительно, мы уйдем к единице, а может, даже и ниже. Вот такая вот на Еврике дельта сегодня. 12 тонн. А это происходит, видите, нечасто. Тут у нас 16 тонн было с 1,14, когда шартились. Потом 11 тонн. Причем, обратите внимание, где размещается диапазон. И все продажи размещали на самом минимуме дня. Тут тоже вот раз, два. И еще было у нас 17 тонн рекорд. Вот здесь были шарты, которые не осилили. Так. Ну, в общем-то, 4 сессии, которые были больше 10 тонн. Поэтому самое интересное, что здесь была дельта нулевая. Вот продажи идут как раз на минимуме сессии. Похожая ситуация вот здесь и вот здесь. То есть, вот такой сценарий вполне можно на следующей неделе увидеть. Либо вот такой. Либо боковик, либо дальше падаем. Если тут такие продажи идут. Сейчас посмотрим по открытому интересу. Ну, вот видите, выходит потихонечку уже с 9 числа. Ой, выходит, выходит и вот тоже выходит. Учитывая фиксацию продаж и дельту минус 12 тонн сегодня, но целеры достаточно агрессивно работали. Поэтому осторожненько. Тем более здесь раз, два, три, четыре подряд сессии идут на шорт. А вот даже с этой сессии можно начать. Здесь 5-6 сессии падают и не видно пока Байера вообще. То есть, поэтому... Либо не покупайте вообще. Вот на следующей неделе на июньском уже открывают позиции стремительно. Тут уже 60 тонн сегодня. Давайте посмотрим дельту на июньском контракте. А она вот такая. На штуку 800 дельта была. 24 тонны 4-го числа, 5-го и сегодня 24 тонны. Аккуратненько себе вот где на июньском. 1,10,20, 1,10,40 сосредоточились. И вот 10,70, 10,90. Селеры, селеры. Так. И спекулятивный уровень на следующую неделю. Крупные объемы защитили. Дальше дозагрузились. То есть, все это... 11,05. И вот пусть их 10,10. Две сессии на сопротивление. Крупненькие объемы. Самая крупная сессия. Видите, сегодня поликвидность. Вспышка была такая сильная. И никакой реакции. То есть, Байеров даже потенциально не может ничего сделать. Мы висим на самом минимуме 0,83. То есть, не наблюдается пока покупатель. Ну и бог с ним. 12 по 11,70. Вот такой вот был массивчик. Понедельник плюс вторник. И с него среда аккуратненько рухнула. Так, и... Фунт. 1,5 еще пока не преодолели. 50,40. 1,5 как поддержка. Два раза тут старались. Массив весь пришелся по фунту на 51... Давайте я выделю сейчас точно. 51,35 по 52,45. Это ядро контракта. Тут просто много объемов. Франк и индекс доллара захватим. Раз, два, три, четыре, пять сессий. Даже шесть, семь сессий. Селлер контролирует маркет. Ну, висит на минимуме пятницы фунтяка. Поэтому осторожненько. Могут все-таки кольнуть еще в понедельник. Главное, чтобы мы не ушли в пообщитель 49,60. Но против такого поезда покупать крайне небезопасно. В общем, продавать уже поздновато, а вот покупать уже еще не очень безопасно. 50,365,54,50 плита на сопротивление. На следующий контракт это проверочный уровень. То есть, не будут пускать выше, можем увидеть нисходящую динамику. Ну, и, в принципе, 51,35,52,45 могут еще паковать в начале. И потом с этого уровня куда-то пойду. Будем смотреть уже 18-19 числа. Как раз там и будет вся печка. Давайте посмотрим, что там творится на фунтяке на новом контракте. Я уверен, что там уже пошли торги хорошие. Так. Ну, ликвидность идет в норме. Не аномальная, но и не минимальная. Вот уже 5 тонн оборота. Вчера по 2 было. Дельта. 800 контрактов. Кто-то побахнул на продажу. Вот по 51,80. В общем, не сильно хотят покупать. Падение взяли. Отлично. Закрыли. На целях. В принципе, в принципе, как-то понимаете. На целях. Франк. Значит, 0,47, 0,55. Массивность. Вот этот участок, который был привязан еще к еврику. Возьмем даже вот 98,70. Как-то уж они сильно стремятся по текущим умолосы нацелить. А, я понял. Так, давайте сейчас поставим 100. И сопротивление на следующий контракт. 77,86. Вот здесь так хорошенько постояли на Франке. И пошли. Объемников встретили. И дальше рухнули. Вот. На Дельте. Так. Здесь получается у нас на Мартовском страну. Странные пошли байеры. И на... Что ж такое у нас? Ну, как видите, и на июльском контракте пока вот со второго числа в основном активные байеры по Франку. Сейчас ликвидность посмотрим. Ликвидность не очень. У них как раз 27 числа ликвидность была намного выше. В общем, жалко мне вот этих байеров. Как-то он слепо покупает. Вчера было Дельте на Шорт. Ну, сложно пока еще по Франку на новом контракте дать оценку. Ну, кондекс доллара сейчас еще захватим. Дэкс. Я думаю, это из-за арбитражных позиций, так как Франк до того, как привязали на Евро, очень неплохо арбитражировался. И я думаю, что мастера вернулись снова на Евро арбитражные сделки относительно Франка. И там из-за этого может хромать Дельта. Так, индекс доллара. Очень хочет показать нам 100 уровень. Что ж такое? Ликвидность неплохая. То есть, осознанно идут на север. Последних байеров мы вот сейчас выделим. 94.70, 95.70. Как раз вот за много лет. А сколько-то много лет. Ну, три года. Блядь. Нет, здесь нет за 7 лет объемной котировки. Вы не представляете, сколько в день серваки принимают данных со всех бирж, а их здесь, ну, вот сколько. Там столько гигабайт каждый день просто гуп, гуп. Поэтому не получается за 10 лет хранить данных. Это очень много северов надо их еще обслуживать. Так, ну, выделим, наверное, не 94.70, а вот как раз 94.90. По 95.50. Тут и здесь, и здесь так плотненько очень подводили к тому, что надо покупать. И дельта. Дельта у нас не на стороне байера. Вот последние были активные байеры 27-го и 26-го числа. Вот, и сейчас вот минус 2.300. Ну, фиксация покупок, это может, в принципе, оправдать. Котировка болтается на самом максимуме, что очень-очень интересно. И 95 контрактов сегодня с учетом фиксации покупок. Это продажи. То есть, тут, судя по всему, не сильно там хотят шортить, поэтому убедиться, либо же увидеть поддержку на этом уровне вполне возможно в следующей неделе, если дадут возврат. На новом контракте, на индексе доллара, штука в четверг, сегодня минус 156. Ну, в общем, пытаются шортить, но вряд ли сейчас можно адекватно оценивать. Хотя, вот, да, вот, видите, выше 10-ти тонн уже идут 3 сессии подряд торги, и они все на шорте. То есть, вернее, не все, сори, а как раз 5-ое и 6-ое число. Что-что-что-что-что-что? Ладно. Ну, и так уже 1 час 25. Так. И теперь у нас золото и нефть. Та-ра. Не удержали 11,99, 12,10. За 7 лет, ну, популярные инструменты еще удерживаются, но те инструменты, которые никто не монализирует, то зачем хранить эти данные? Те инструменты, которые надо, данные хранятся. Наши, это 1,5, 12,75. То есть, не ошибаюсь, там в конце апреля экспирация, поэтому тут, как бы, расценивать фиксации пока не стоит. То есть, на золоте другая немножко дата экспирации. Массив 1, массив 2, массив 3 затяжной. То есть, 3 массива и никакого байера. И идем дальше на шорт. Поэтому, пока не поменяется динамика. Если сброс стопов, а сейчас тут минус 9 тонн, то на следующей неделе мы вернемся снова на 1200. Там, возможно, еще массивность будет. И под 18-19 число поменяется динамика, как вариант. Если этого не произойдет, и на 1200 будет снова заходить целера, то, как тут, например, да, пойдем еще ниже. Золото, золото. Так, тут вот 3 сессии подряд вылетают байеры, наверное, потому что движение на шорт, видите, тут выходят. Не рассчитывали, не ожидали. Такая ситуация. И нефть, 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 нефть. Сейчас сели бренд. Так, давайте сейчас немножко вот так делаем. Включим склейку. И, значит, настораживает на самом деле вот такая вот ситуация, потому что вот тут массив плотненький был, и вроде неплохие объемы, то есть в районе 48.80. Давайте видим, как поддержка по 49.90. Я, в принципе, ожидал, что отсюда будет просто ажиотажно идти на север. Вот, порядка 4 сессий действительно так и было. И вот сегодня идет возврат в этот диапазон. Если мы увидим поддержку в ближайшее время, на следующей неделе здесь, в понеделье, вторник, и начнут дальше толкать на 52.00. Будет круто. И, в принципе, РТС позитивненько пойдет на север. Ну, а если уходит ниже 48, 47, 40, то остается 46, 20, 45. Еще один уровень поддержки. В общем, вот эта модель не очень хороший признак. То есть, вот, вроде 4 сессии на рост, и вот, если все-таки удержат, это еще будет хорошо. Будем ждать проявитель 52, потом уже 54.00. 53, 70, по 52, 70. Вот сопротивление, которое необходимо преодолеть. Лайтсвит. Бренд. Тоже, вот, площадка 6,35, 60.00, и они практически вышли уже за пределы этой массивности, что не есть хорошего. Вот. Единственный вариант, возврат на следующую неделю диапазон от 60, 61,35, и продолжение дрейфования в этих широтах. Но, пока вот, для роста не сильно хорошая модель, и, в принципе, для роста не видно ликвидности. Она падает. Видите, с каждой сессии. Тут была поддержка на 56,57. Три сессии, и потом еще две, даже три сессии была защита. Будем надеяться, там все-таки приостановится баррель. И, вот здесь, даже защитили пару раз, 57,5, 58. Вот такая ситуация, в общем, падает ликвидность с каждой сессии, и для покупок это не хорошо. То есть, силы, мощности толкать выше, похоже, нет. Как вариант, нефтетрейдеры перед весенним сезоном затарились. Вот. И снова снижение до 50-й. Но это нехорошо, потом РТС начнет сжаться. В общем, будем надеяться, что 56,58 мы удержат весной, и мы увидим 65,70 в конце марта. Что, ребята, на выходных будет рассылка с видеозаписью обзора. Там будут также включены записи вебинаров buy или sell. те, которые были в эту среду и в прошлую. Так что, проверьте спам в ящиках, чтобы не уходили рассылки туда. Спасибо, что пришли. Не забывайте о старикам Мишу. До следующей пятницы. Еще раз с праздничком девушек. Ну, в общем, берегитесь, берегите себя, берегите торговые счета. Всего хорошего. До свидания. Пока.